Всем привет! Это очередная серия заездов. Сегодня мы будем катать вот эту машину, но не торопитесь. Видео будет обучающим, несмотря на то, что про эту машину я уже делал обзор. Для тех, кто его не смотрел, посмотрите ссылочку где-то тут сверху будет. Там я подробно разобрал минус этой модели и сделал некую такую доработку, которая, впрочем, не устранила минусы, но сделала внешку чуть более современной. Ну или колхозной, неважно. Для тех, кто не знает, эта модель разработана Мадокко, японским фанатом, одним из самых топовых лего техник, самодельщиков. Моя версия в обвесе, так называемом white body, наверное, правильно сказать. Расширенный кузов, расширенные арки и, конечно, RC-шные колеса. Причем спереди у нас там ступицы сборные получились для того, чтобы закрепить колеса на ось. Как крепятся эти колеса на лего детали, тоже у меня есть отдельное видео. Ссылка будет снизу под видео. Итак, что мы сегодня будем преследовать? Ну, во-первых, мы прокатим ее сейчас по трассе. И, наверное, каждый из вас сейчас уже подумал, да что там ловить на такой низкой машине по этой трассе. Я, честно говоря, тоже так думаю. Поэтому мы сейчас проедем, чтобы увидеть, насколько она будет плоха по трассе. Подвеска имеет небольшие ходы, очень небольшие, они чисто номинальные есть. Хотя вот задняя ось нет, что-то пытается там качаться. Свесы. Передний бампер вот этот красивый, декоративный, который смотрится красиво, но на препятствиях, возможно, он будет мешать. Сзади чуть получше ситуация, но, тем не менее, тоже висит. Здесь есть варианты доработки. Я не скажу вам, что я буду здесь дорабатывать, но давайте для начала проедем и посмотрим, как она едет, чтобы дальше двигаться уже от того, что мы будем иметь. Впервые у нас на трассе автомобиль со светотехникой. Едем в режиме fast 9 вольт. И вот мы видим уже, что садится на бревна. Подмосферу бессилие. Ох, что-то я не подумал, что стики джойстика будут так щелкать. Так, бампером задели. Машина немножко скрипит, видимо, от пыли на полке. Удивительно, но, несмотря на смещенный назад центр тярости, машина вывешивается и не касается ни передним, ни задним мостом. Такая зависшая качель. Видно, что передний мост практически не имеет свободного хода, только за счет заднего моста выезжает. Ну, теперь поднимаемся в болото. Ох, тут мы намучились. Смотрите, господа, сломалась рулевая система у нас, вырвала тягу. Это уже классика наших заездов. Все, что не Toyota, ломается таким образом. Либо привод, либо рулевая. А у Toyota может ломаться только карданы. О, наконец-то. Ожидаемый бампер. Надо по-диагоналочке. О, скользкий бампер, хорошо проезжает. Ну, вот колья вообще не вариант. Видишь, сел сразу. Клиренс низкий, а колья глубокая. Сейчас поедем. Надо выруливать ехать. Вот так вот, да. Какой красивый рисунок протектора. Спортивный. Здравствуйте, лесенки. Ну, колес хорошее сцепление, хотя не очень они зубастые. И я все-таки тут забрался куда-то. Терпение кончилось. Я поднял машину. Вообще препятствие, оно чисто на терпение. Нужно его менять кардинально. Так, мостик. Аккуратненько нужно сейчас заехать на... Бревна. Опс. Задняя левая может упасть. Нет. Вторая попытка. Ага. Клиренса не хватает. Надо по диагонали заезжать. Так, бодро. Опять задняя левая. Оп, аккуратненько. Так, ну бампер не дает нам заехать, и мы просто рушим мост. Тоже красиво в целом. Вот это препятствие очень опасно в том плане, что колеса, передние колеса, если неровно наезжают, они выворачивают их наружу и вырывают тяги. Испытание для рулевой. Уже тягу рулевой порвала? Вы знаете, в целом оказалось лучше, чем я ожидал. Несмотря на низкий клиренс и на передний бампер, который думал отвалится, но нет, он даже не отвалился. На той же Тойоте отваливался он. Не знаю, в чем секрет успеха. Вообще модель, конечно, легкая. Легкая. И при этом, смотрите, XL мотор стоит позади салона. То есть это говорит о том, что у нас центр смещен немножко назад. А рулевой мотор стоит под капотом. Вот. Ходов подвески немного. Я не знаю, может быть, гладкое днище тоже способствовало проезду. Потому что здесь вот, ну, относительно так все нормально. Без явно выпирающих запчастей каких-то элементов. Короткая база. Не знаю. Но почти все препятствия, почти всю трассу я проехал в режиме нормал. А нормал это у нас сколько напряжения вольт? Вот, вот и оно. Сейчас, чтобы немножко улучшить проходимость, я попробую поставить сюда колеса увеличенного размера. Как это получится, мы с вами сейчас увидим. Я читал ваши комментарии. Вы предлагаете поменять моторы, поставить там, не знаю, порталы, что-то еще. Но давайте пойдем по пути, по которому обычно идут владельцы легких внедорожников. Или, скажем так, паркетников. То есть, мало кто их лифтует. Но если лифтует, то, в принципе, только ради одного. Например, поставить какие-то колеса внедорожные. Например, в Северной Америке, не знаю, в Канаде или в США. Я просто в Инстаграме очень часто видел, что они там лифтуют простые внедорожные хэтчбеки типа Subaru VX. Как он называется? Раньше он, по-моему, Impreza назывался. Короче, вы поняли. Subaru VX. И лифтуют их чисто для того, чтобы поставить туда колеса побольше. Кстати, с RAV4 тоже такое я часто видел. И у нас, кстати, эта машина, она по габаритам чуть-чуть, наверное, не дотягивает по размерам до RAV4. Многие из вас возразят, что это не паркетник, потому что здесь мосты. Для тех, кто с LEGO, может быть, недавно общается или на моем канале, напомню, чтобы собрать в таком размере независимую подвеску с полным приводом, нужно резать детали или использовать кастомные детали. С такой шириной мостов максимум, что можно собрать, это только вот неразрезные мосты. Поэтому наш спортивный паркетник на мостах. Хотя в формате LEGO для езды по внедорожной трассе, в принципе, разницы, мне кажется, нет. Что независимая, что мосты. Ходы здесь небольшие, об этом я уже говорил. Особенно передний мост, потому что он упирается на часть кузова. Вот, смотрите, ход совсем небольшой. И артикуляция тут совсем небольшая. Вот по заднему мосту немножко получше. Здесь запас для хода больше. Если смотреть реальные кроссоверы какие-нибудь, да, автомобили полноразмерные, да, то там ходы подвески даже, может быть, будут меньше, чем здесь. Ну, вот реально. Не знаю, какой-нибудь взять, BMW, X5 или X3. У них даже такого хода, скорее всего, не будет. Что мы будем делать сейчас? Мы попробуем поставить сюда колеса большего размера. Вот на таких колесах шла стандартная машина. То есть мы даже можем без лифта поставить сюда вот эти колеса обратно. Есть колеса побольше, 68 мм. Здесь уже кастомная покрышка. Есть такое же аналогичное колесо, но леговское. Но оно очень редкое и очень дорогое, как вы поняли. Есть аналог колеса Xiaomi, которые тоже 68 мм. Они как леговские, но уже. Эти колеса как кастомные RC4WD. Все это мы можем поставить. Единственное, что нам придется опять спереди переделать ступицу для крепления колеса на трехпиновое крепление. Есть еще вот такой вариант внедорожный. Но я предлагаю все-таки сохранить красоту машины и рассмотреть RC-шные колеса. Здесь очень много классных колес, но если мы хотим именно увеличивать клиренс, то у нас вариантов тут, в принципе, немного. Есть вот такие вот колеса увеличенного размера. По-моему, тут 70 или 75 мм. Есть такие готовые уже с покрышкой. Вот такая покрышка есть. Есть вот такая покрышка. Но она не очень реалистичная, поэтому я, наверное, ее буду избегать. Давайте примерим и посмотрим, что можно сделать. Для начала покажу еще раз, как бы выглядели здесь колеса стандартные. Ну, примерно так. По красоте. Красоты никакой, как вы видите. Хотя это, опять же, все субъективное. Вроде неплохо, но, как я сказал, хочется красоты. Давайте. Первые вот эти. Мы сразу видим, что у нас мешает арка. И вариант золотистый. Задняя арка вроде бы работает, если мы снимем деталь одну. По передней мы видим, что нужно снимать вот эту часть бампера, чтобы колесо могло поворачивать. Мне кажется, к черному больше подходит золотой. Примерно так это будет выглядеть. Я думаю, что мы сейчас пойдем путем этих колес. Надо будет доработать, видимо, обвес. Вот здесь тоже у нас притирается, будет мешаться. Лифт мы сейчас делать не будем. Попробуем обойтись текущим клиренсом. Вроде бы колеса влазят. И посмотреть, как изменится характер машины на трассе. Ну, вот вы видите колеса. Смотрите, даже немножко пружинит. Мне нравится, когда машина вот так вот мягко раскачивается на амортизаторах. Это хороший знак. Значит, подвеска будет работать. По поводу ходов. Вот, пожалуйста. Единственный минус в данной модели сейчас, это, наверное, ступицы. Сборные, конкретно под RC-шные колеса. Иногда вырывает тягу рулевую. Иногда просто не доворачивает. То есть, из-за больших люфтов, да и, в принципе, угол поворота не очень большой у этих колес. У этого типа подвески. Сейчас мы пойдем, проедем на данной конфигурации. Это такой минимальный тюнинг. Лифт я еще не сделал. Мы просто поменяли колеса и выкинули вот ненужный элемент обвеса вместе с пацанскими колесами, которые больше подходят для Хачероки. До того, как снимать заезд, я, естественно, решил сделать небольшой тест-драйв, проверить, насколько работает моя система. И вот здесь пришлось немножко пороги поменять, чтобы у нас колесо при повороте не касалось там элементов арки. Но проблема оказалась даже в другом. У нас колесо блокируется вот об этот коннектор. Когда повеска чуть сжимается, оно блокируется. Вот этот коннектор, конечно, нужно переделывать. И у нас есть вот такая вот деталь, которая позволит нам решить эту проблему. Удалось или нет, сейчас увидим. Слушайте, ну сейчас нечему касаться. Сейчас должно все заработать. Вот именно тут сейчас сказывается смещение центра масс назад. Видим, что передний ось разгружена и проскальзывает. Но если порулить колесами на ходу, то машина цепляется и забирается. О, на бревнах гораздо бодрее, чем это было с низкопрофильной спортивной резиной. Но, естественно, клиренс увеличился. Но тут опять поможет руление. Сейчас направо повернем и проскочим. Отлично. А сейчас мы на брюхо не сели. У нас возрос клиренс не только благодаря колесам большего диаметра, но и благодаря тому, что мы сняли спортивные низкие пороги. Так, здесь тоже без проблем. Смотрите, тоже не зацепили. Хотя ехали по самой колее. Так, наверх она едет бодрее. Заезд по лесенкам – это как парковка в узком пространстве. Вперед-назад, вперед-назад постоянно отвоевываешь по миллиметру. И в итоге забираемся. Ого! Да я сейчас просто как король лев на скале предков. Вот такая плавная работа газом. Это прикольно. Тихонько-тихонько. Главное, чтобы моторы не пищали, а крутили. Здесь главное допускать выворота колес. Все время стараться держать прямо их. А, их выворачивает силой. Удивительно, но Madoka Mobile даже в режиме High, хотя High – это 9 вольт, стандартное, в этом режиме даже не было намека на поломанные карданы. Может быть, дело в том, что малые ходы подвески способствовали тому, что всегда какое-то колесо вывешивалось. И просто не было возможности заблокировать все колеса где-то жестко. То есть какое-то колесо всегда висело, и оно крутилось. И поэтому XL мотор даже на режиме High не ломал его. Ну а давайте проверим, поедет ли она в режиме Ludicrous 10,5 вольт. Погнали! Ой-яй-яй, тягу правого переднего колеса оторвал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вы видели, как неожиданно хорошо он проехал. Но мы будем двигаться дальше, мы ведь не хотим остановиться на этом, да, на срезанных бамперах и оверсайз колесах. Мы будем делать лифт подвески. И смотрите, здесь подвеска так устроена, что после ее лифта вылезут неожиданные неприятные моменты, скорее всего, исходя из моего опыта. Но давайте начнем. Вот посмотрите сюда. Самое простое, что я вижу, это модифицировать точки крепления амортизаторов. То есть, либо опустить верхнюю точку крепления к раме, либо поднять нижнюю точку крепления непосредственного моста. Здесь мы будем делать на передней оси. Просто опустим на один студ точку крепления амортизатора. А на задней подвеске я пока не придумал. Но как минимум, что получится с передней подвеской, я могу показать сейчас. Подвеска увеличивается примерно вот так вот. Было так, станет так. Итак, задний бампер оставляем в таком виде. Полный привод, естественно, остается. Рулевая усиленная, видите, красными лифтармами. И, внимание, клиренс 5 студ под рамой. Все, вперед. Я думаю, что комментарии во время заезда будут излишни. Рулевая усиленная, видите, красными лифтармами. Рулевая усиленная, видите, красными лифтармами. Продолжение следует... Так, к этой модели я подходил уже с некими такими предвзятыми ожиданиями. Ожидал, что это будет посредственная проходимость и, скорее всего, будут хрустеть карданы или ломаться, хрустеть, опять же, дифференциалы. Почему я так думал? А потому что по трансмиссии эта модель такая же, как мой FJ40, который мы рассматривали в предыдущих сериях. И вы помните, что там ломались и дифференциалы, и хрустели карданы. Здесь тоже XL мотор на привод, и также есть пару карданов и те же дифференциалы. И, по сути, тоже передаточное отношение, та же скорость должна была быть, и тот же крутящий момент. Плюс, конкретно здесь у нас еще и колеса увеличенного размера, что влечет за собой большую нагрузку на трансмиссию. Плюс изначально у базовой модели были небольшие ходоподвески. И что самое критичное, мне казалось, это развесовка. Здесь XL мотор стоит позади передних кресел. В FJ40 он был между передними креслами, даже немножко спереди. То есть у нас и батарейный блок, и XL мотор, по сути, в задней части шасси. Спереди только сервомотор. Это значит, что у нас у модели центр масс смещен назад. Однозначно назад. И при проезде каких-то препятствий, подъемов в гору, я ожидал, что у нас будет все ломаться, хрустеть. Думаете, сколько карданов я сломал, проехав на этой машине? Вы можете пока написать в комментариях, сколько карданов я в итоге поломал. Исходная версия этой модели, она трассу проехала. Да, лесенка, как обычно, это была сложная часть трассы. В принципе, ее можно было проскочить, нужно было просто потратить больше времени. Но проходимостью она удивила меня, честно скажу. При этом ни один элемент кузова не был потерян. Далее я сделал небольшой лифт, поставил большие колеса. Вот они примерно 75 мм, что, в принципе, роднозначно колесам от багги 402024. Кстати, все колеса в данном заезде я использовал не лего. Это RC-шные колеса для туринговых машин RC в масштабе 1х10. Все они могут быть куплены на Алиэкспрессе. Правда, для того, чтобы закрепить их на лего оси, нужно немножко там поработать руками и клеем. Более подробно у меня есть видео о том, как я адаптировал эти колеса под лего. Итак, большие зубастые колеса и вынужденный лифт, из-за которого пришлось убрать передний красивый бампер. Также немножко подрезать задний бампер. Да и в целом конструкцию порогов пришлось сильно поменять, потому что при повороте колес необходимо было сделать так, чтобы колеса внутри не касались арок, ну и тех же самых порогов. По итогам первого заезда, так называемого тест-драйва новой подвески, обнаружился недостаток. Ну, самое главное, это то, что продолжали выпадать рулевые тяги, причем сейчас они выпадали чаще из-за того, что у нас возросла, возможно, неподрессоренная масса, колеса большего размера. Проблема рулевых тяг, она на самом деле была еще в первой версии, так называемой спортивной версии модели. Все дело в том, что для крепления вот этих вот колес необходимо было делать вот такую вот сборную ступицу, поворотный кулак. И в первой версии у меня вот этот вот рычаг, он крепился не здесь, а чуть выше. То у меня возникало усилие, которое выталкивало тягу вместе с шаровым шарниром вверх. Вверх из крестового отверстия и тяга просто отваливалась. Плюс этих колес RC в том, что у них большое пространство внутри, сами колеса имеют правильный вылет, такой же правильный, как на дисках от Land Rover Defender, ну или как на дисках от всех ультимативных коллекционных моделей, типа Bugatti. Так вот, вся эта ступица, она полностью помещается у нас внутри диска. Это большой плюс, поэтому у нас данные колеса при повороте, при повороте позволяют сохранить арку, потому что здесь небольшое плечо обкатки. Если бы я поставил сюда колесо стандартное, леговское, типа вот такого от Raptor, то эти диски с большим вылетом, они просто бы не позволили мне сохранить всю эту арку. И мне пришлось бы ее либо сильнее расширять, либо вообще убирать, потому что колесо бы гуляло просто бы катастрофически в разные стороны, влево-вправо. А теперь давайте поговорим о лифте, о том, как я поднял тут подвеску. Ну, очевидно, что лифт делается путем изменения точек крепления амортизаторов. Лифт стандартных машин, как правило, проходит за счет использования проставок. Проставки позволяют увеличить клиренс машин за счет того, что они ставятся между чашкой и пружиной. Тем самым у нас, ну, по сути, удлинение пружины подвески, за счет чего и колесо опускается ниже относительно кузова. Если мы делаем лифт независимой подвески, то там, как правило, страдает только колея. Чем ниже мы опускаем колеса, тем они больше сближаются за счет того, что у нас рычаги делают такое вот маятниковое движение. Понятно, что лифт делается в разумных пределах и, как правило, с независимой подвеской там проблем не возникает. Если же мы делаем лифт мостовой, то есть подвески типа неразрезной мост, то есть нюансы. Вообще, стоит сказать о двух типах неразрезных мостов в LEGO моделях. И отличаются они, в первую очередь, тем, как они подвешены, эти самые мосты. Если говорить упрощенно, то в LEGO можно закрепить мост по принципу маятника. Как здесь ее часто так и называют маятниковая подвеска. Почему маятниковая? Потому что, видите, мост сам, да? Он наклонен относительно рамы, то есть рама у нас прямо, а мост немножко наклонен. И чем сильнее мост у нас вниз уходит, тем он сильнее наклоняется. Но это очевидно, потому что крепится такой мост только на один шарнир. Вот смотрите, вот он уходит вниз и у нас наклоняется сам мост относительно рамы. В идеале, если он будет максимально вверх поднят, то он может стать параллелен раме. Но такого, как правило, не бывает. Передний мост закреплен уже по-другому. Он двигается на параллельных рычагах. Ну, не всегда параллельных, но в данном случае параллельных. И можно сказать, что сам мост двигается также параллельно раме. То есть он вот так вот находится плоско. И когда он поднимается вверх, он двигается ровно параллельно плоскости рамы. Вот я называю это параллельным креплением. Хотя, может быть, у этого есть другой термин, более правильный. А вот это уже другое шасси. Шасси, которое я делал еще до шасси Hi-Lux, FG Cruiser и так далее. Как раз тут оба моста и задний и передний сделаны по типу маятникового. Инструкция на это шасси у меня есть в группе Lego Technic Russia. Ну и много кто уже собирал это шасси. И здесь мосты закреплены так же, как и в модели Madocchi. Маятниковым образом. В стандартной версии машины у нас, грубо говоря, мосты находятся вот так вот. Параллельно, что передний, что задний. Параллельно раме и проблем никаких не возникает. В Lego наборах, в которых используется подвеска типа маятника, это, например, 80-81 задняя подвеска. Потом 93-98 оба моста крепятся маятниковым типом. И так же можно вспомнить 81-10. Это Mercedes-Benz Unimog. В последних двух машинах так же используются шаровые шарниры, как и в этом автомобиле. Смотрите, если у нас маятниковый мост, то он движется, уберу амортизаторы, движется вот так вот. И одна точка только излома привода, она находится вот здесь, где находится кардан. Второго парного кардана тут нет, поэтому, когда у нас кардан имеет большой угол излома, у нас в этом случае возникает некое биение в задней оси. Скорость и крутящий момент становятся нелинейными. Об этом мы как-нибудь поговорим в отдельном видео. Ну, кстати, у Кира на канале Desert Eagle есть видео про нелинейность вращения изогнутых карданов. Это очень простая и надежная конструкция, но только в том случае, когда вам не нужен большой клиренс, и у вас в идеале мост находится либо параллельно раме, ну, либо немножко изогнут. Если же вы хотите сделать лифт, то вам приходится сильнее изгибать мост, сильнее изгибать кардан, и тут возникает опять же карданный эффект. Дерганная езда, так она рыбочками немножко едет, ну и можно легко сломать кардан в момент вот таких вот рывков. Но для передней приводной и в то же время поворачивающей оси возникает еще один негативный эффект. Сейчас покажу. Смотрите, вместе с наклоном передней оси, я буду наклонять ее вот так вот, хотя можно, нет, можно отцепить амортизаторы. Смотрите, вместе с наклоном передней оси у нас также меняется ось поворота кулака. Вот смотрите, в данном случае ось поворота кулака, она не вертикальная, она немножко наклонена. Это называется отрицательный кастер. У машины кастер должен быть положительным, то есть наклон должен быть наоборот в эту сторону. На лего моделях, как правило, кастера вообще не бывает. Хотя нет, у модели 42-24 баги кастер есть. Для чего нужен положительный кастер? Ну, в первую очередь для того, чтобы при движении машины колеса стремились сами распрямляться, как у тележки в магазине или как у коляски. Если же у нас кастер получается отрицательным, то модель, когда наезжает на кочку, колесу проще не сработать вверх, подвеска, сжать амортизатор, а колесу проще сделать поворот. Вот если мы нарываемся этим колесом на какое-то препятствие здесь, то у нас как раз переднее колесо стремится туда подвернуться назад, и тем самым у нас нарушается прямо линейность движения. При езде по препятствиям вот такой вот эффект от отрицательного кастера, он сказывается еще в том, что машина, когда мы поворачиваем колеса, у нас машина немножко наклоняется в стороны, потому что колеса из-за того, что у нас большое плечо обкатки, вот это вот расстояние между осью и колесом, из-за плеча обкатки у нас получается, что машина вот таким вот образом наклоняется. Один из способов, как можно устранить вот этот вот эффект, особенно на передней оси, именно для таких типов маятникового крепления мостов, это сделать так, чтобы у нас ось, ось, которая входит у нас в сам мост, привод-кардан, чтобы она находилась выше, чем вот эта ось, на которой находятся колеса. Как это делается? Ну, один из вариантов, это поставить где-то здесь вот редуктор. В этом случае у нас оба кардана, и передний и задний, будут работать с минимальным изгибом, и тем самым мы, во-первых, сохраним трансмиссию, избавимся от рывков, ну и не испортим себе рулевую систему. Но, как правило, это все очень сложно. Вот эти самые понижения внутри моста, какие-то дополнительные передачи, они, как правило, надежными не получаются. А что касается портальных редукторов, то, например, в таких моделях у вас просто нет места поставить туда порталы, потому что вместе с порталами к вам приходит просто огромное плечо обкатки, особенно передней оси, когда нам придется вообще убирать все вот эти вот, это полностью крыло, чтобы у нас для колеса было достаточно места для поворота. Переходим к другому варианту крепления моста, о котором я уже успел немножко сказать, это когда мост двигается параллельно раме. Такая схема реализована, например, в Mercedes-Benz Zetros. Там оба моста подвешены параллельно и при движении вверх они не изгибаются, не наклоняются. Также вы видите, что в моем Халюксе передний мост реализован так, главным образом для того, чтобы передний мост с такой схемой позволял сохранить нормальное рулевое управление с нормальным кастером. Обычно в реальных машинах такие мосты подвешиваются на 4 тяги и на пятую тягу, 4 продольных тяги и на пятую поперечную тягу, которую называют тягой Панара. То есть продольные тяги, как здесь, они просто держат мост и дают ему двигаться, а поперечная тяга, например, задней мосту она есть, она не дает мосту двигаться влево-вправо. То есть поперечное движение. В моем случае с Халюксом я подвесил мост на тяги, которые расположены парами в форме трапеции. Вот одна трапеция и вторая трапеция это внешние тяги. Вот эта форма трапеции не дает мосту двигаться влево-вправо. Ну, в рамках люфта, конечно, сохраняется движение, но в целом он зафиксирован и нет нужды использовать здесь тягу Панара. Кстати, в реальных машинах тоже иногда обходится без тяги Панара, закрепляя тяги вот таким вот образом. Что происходит, когда мы лифтуем подобный мост? Смотрите, когда мы хотим опустить мосты ниже, особенно при таком креплении, мы видим, что чем ниже мы опускаем мост, тем он сильнее смещается туда, в ту сторону, из-за того, что у нас эти короткие рычаги работают как маятники. Вот это вот смещение это одна из главных проблем при лифте неразрезных мостов. В настоящих машинах это решают тем, что просто удлиняют тяги, ну или ставят регулируемые тяги. Здесь, если я буду лифтовать, у меня мост неминуемо уходит в сторону. И вот на этой версии Халюкса, где я поставил большие колеса, мост заметно ушел внутрь. Выражается это в том, что у меня колесо находится неровно в арке, а оно немножко уходит назад. Смотрится, конечно, так себе. Чтобы такого не было, мне нужно сейчас полностью переделывать здесь крепление тяг таким образом, чтобы мост, наоборот, немножко ушел вперед. Но есть лучший вариант, это удлинить эти тяги, и тем самым мы минимизируем движение моста при сжатии или, наоборот, разжатии подвески. Но в этом случае возникает вопрос кардана. Если обратите внимание, то здесь видно, что вот это вот расстояние между крестовинами двух карданов, оно, по сути, равно длине вот этой вот тяги. Вместе с тягами, параллельно, как еще одна тяга, двигается сам кардан. Если же длина вот этих вот карданов у нас разная, то нас может спасти раздвижной кардан. Именно это и сделано в Mercedes-Benz Zetros. Собственно говоря, и в реальных машинах, и практически во всех RC-шных модельках, да, здесь кардан тоже немножко раздвижной. У LEGO раздвижной кардан до этого был очень слабым, и вот новый кардан усиленный, раздвижной, который появился на Zetros, как раз может эту проблему и решить. Кстати, обратите внимание, я заикнулся, что у нас эти модели схожи, FJ-40 и вот этот Мадоковский SUV, схожи колесной базой. И посмотрите, какое главное отличие. Главное отличие в том, что как раз на FJ-40 передний мост, так же как на Халюксе, закреплен параллельно. Мы можем это увидеть, потому что у нас есть два кардана и опять же есть тяги. Кстати, здесь есть у нас тяга Panara. Да, и смотрите, у нас за счет того, что здесь используются два кардана, у нас вот это расстояние от раздатки до моста, оно существенно больше, чем здесь. Не совсем правильно выразился, имел в виду, что на черной машине слева это расстояние можно еще уменьшить, а на красной машине это расстояние уже минимально возможное. Короче колесную базу, чем здесь, я уже сделать не смогу, потому что вот это расстояние, опять же, между крестовинами, я уже не уменьшу. А здесь у нас видно, что прямо вот из кардана выходит сразу на мост. И видно, что здесь раздатка смещена больше назад, а здесь, так как здесь всего один кардан находится, здесь один, здесь один, то у нас раздатка находится где-то посередине или может быть даже смещена ближе к передней части. Но это не влияло никаким образом на модель до тех пор, пока мы не сделали здесь лифт. Ну что ж, это было очень сложно все объяснить. Надеюсь, я при монтаже добавлю много картинок, чтобы вам было понятнее то, о чем я говорю. Теперь вернемся к нашему SUV. После доработки в гараже рулевой системы у меня тяги уже больше не слазили, не сваливались. Ну и чтобы, скажем так, завершить облик, я добавил сюда впереди силовой бампер. Тут могла быть лебедка, но я не стал ее делать. Фейковая лебедка, естественно, без мотора. Ну и поставил наверх такой багажник экспедиционный. Добавил туда канистры, огнетушитель. Обязательно там была вот эта штучка. Ну и дополнительные огни для того, чтобы пробираться через нашу трассу в условиях тумана. Давайте коротко поведем итоги. Авто получился проходимым, компактным, таким даже мускулистым. Вот мне даже чем-то напоминает, знаете что? современную версию FG Cruiser. Я говорю про вот этот FG Cruiser, а не то, что вы там подумали опять. Напомню, что исходная версия данной модели SUV разработан моим другом Мадокой из Японии еще в далеком 2013 году. Именно тогда, когда вышел краулер 93-98, появились сервомоторы, которые здесь успешно используются в качестве рулевого мотора и шаровые шарниры, которые также появились за год до выхода краулера. Как видите, даже с использованием старых компонентов можно собрать вот такую красивую прикольную модель. Учитывая, что сейчас очень много появилось новых интересных панелей, то эту модель можно обыграть в новом виде. И я рекомендую собрать ее, может даже попробовать собрать ее на новой электрике. Единственное, что новые моторы немножко подлиннее, и поэтому у вас модель может немножко вырасти в длину. Ну, на пару студов. Если кто-то из вас соберет ее на новой электрике в удлиненной версии, обязательно скиньте фотки мне в контакты. Просмотрим вариант размещения на стене в группе. Мне, саму, честно говоря, интересно увидеть, как она будет ехать на новой электрике. И, кстати, инструкция на данный SUV, она находится в свободном доступе. Мадока сделал фотоинструкцию, вы можете бесплатно ей воспользоваться. Ссылка будет в описании. А где новые дифы, которые ты так нахваливал нам в предыдущих сериях? А они тут, собственно говоря, и не понадобились. За время заезда я не сломал ни один кардан, ни одну передачу и даже не хрустели дифы. Сам не верю. Вот что значит модель, собранная в Японии. Японцы делают вещи. А мы их улучшаем. До скорых встреч.